Красивый праздник Троица – это один из 12 главных православных праздников. Иногда его еще называют Днем Сошествия Святого Духа. Есть у Троицы и иное название – Пятидесятница. Это название указывает на дату празднования – на 50-й день после Пасхи. В 2020 году православные отмечали Пасху 19 апреля. И если делать отсчет от этой даты, ровно 50 дней, то получится Троицу мы будем отмечать 7 июня. Официальное установление такого праздника, как Троица, было в 381 году, когда в Константинополе был создан Второй Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Наши предки стали отмечать Троицу где-то спустя 300 лет после крещения Руси. То есть это было в конце XIII – начале XIV веков. Но, соответственно, так как Троица – это религиозный праздник, то, конечно же, в этот день никак нельзя обойтись без службы в храме. Причем храмы на Троицу принято украшать зеленью, на пол обычно кладут свежескошенную траву, иконы украшают весенними цветами и молодыми ветвями деревьев. Многие верующие в этот день приносят с собой в церковь несколько веток березы, чтобы их освятить и затем поставить у себя дома. Считается, что таким образом можно защитить свой дом и себя от всего зла. И вообще береза считается главным атрибутом праздника, ведь ее ветви символизируют силу Святого Духа. Раньше в день Святой Троицы устраивали настоящие народные гуляния. Ближе к вечеру во всех деревнях начинали водить хороводы, петь песни и танцевать. Кроме того, в Троицин день всегда было принято свататься. Так считалось, что если посвататься на Пятидесятницу, а свадьбу сыграть на покров, когда, по мнению наших предков, осень встречается с зимой, то счастливая совместная жизнь обеспечена. Еще одна традиция этого праздничного дня – устраивать застолье и приглашать на торжество всех родственников, друзей и близких. Кстати, как Пятидесятница – это не постный день, то у хозяек, конечно же, есть возможность продемонстрировать все свое кулинарное мастерство и порадовать своих гостей самыми разнообразными угощениями. Однако традиционным блюдом на Троицу, конечно же, остается каравай. За несколько дней до праздника обычно всегда устраивают генеральную уборку в доме. Дело в том, что в сам день Святой Троицы, конечно же, нельзя убираться, а также шить и стирать. Другими словами, выполнять какую-то работу по дому. А в родительскую субботу, день, который предшествует Троицы, принято было посещать кладбище и поминать усопших. Во многих регионах в Троицын день гадали по венкам. Из молодой зелени и цветов незамужние девушки плели венки и бросали их в воду. Чей венок пристает к берегу, та девушка останется одна век вековать. А если чей-то венок уплывет, то значит эта девушка выйдет замуж. И, кстати, Троицкий каравай и скатерть, на которой он стоял, они обладают определенной силой и способностью творить чудеса. Так, например, каравай раньше наши прабабушки сушили и хранили на свадебный обиход. Сухари Троицкого каравая замешивали в свадебный каравай на счастье и на любовь молодым. Скатерть играла важную роль на смотринах. Такой скатертью застилали стол, а поверх слали другую. И считалось, что Троицкая скатерть соединит молодую пару навсегда. В народе знали, что лучше всего начинать строительство нового дома именно перед Троицей. Тогда дом простоит очень долго, а семья проживет в нем счастливый век. Желаю всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok